Большая вода сегодня пришла в Крестцы. Местная река Халова разлилась, затопив десятки участков и придомовых территорий. Впрочем, местные жители говорят, что помнят гораздо худшие времена. Репортаж Людмилы Александровой. Почти 100 подтопленных приусадебных участков, 69 жилых домов. Вторую волну потопа здесь ждали, так что никто в Крестцах не удивился, когда вода снова начала прибывать. Во дворе у Андрея все не так критично. От ворот до крыльца можно дойти даже в коротких резиновых сапогах. Хозяин участка рассказывает, по сравнению с рекордным 2012-м, нынешний потоп – ерунда. Запасы дров пострадали больше всего. Мокрые бревна поплыли вдоль по двору. Но сельчанин не расстраивается. Вода уже пошла на спад, так что скоро можно снова браться за хозяйство. На этом грузовике еще несколько лет назад Андрей возил песок из карьера, чтобы вручную поднять уровень суши хотя бы на своей территории. Но, как оказалось, помогает это не сильно. Некоторые жители поселка считают главной причиной ежегодных подтоплений бывшую электростанцию. Мол, ее конструкция задерживает воду и провоцирует наводнение. Местная власть давно пытается развеять эти слухи. На данный момент никоим образом водный ресурс она не использует. Гидрозатворов там нет. Уже лет, наверное, 20, может быть, больше. Ну, а не работает она еще намного дольше, собственно говоря. То есть из себя она представляет обычный мост. В прошлом году Ростехнадзором уже проводился осмотр конструкции. Вода на том месте проходит свободно. Основная же причина прихода большой воды в крестцах – зигзаги-холовы. Разливаясь каждую весну, река ввиду своей необычной формы просто-напросто заливает поселок. В этот раз уровень поднимался на три с лишним метра выше нормы. Сейчас самая верхняя отметка, по которой мы контролируем. Видите, на ниже красная краска отмечена, на опоре, которая стоит. Вот это является гидропостом, по которому замеряется уровень воды. Вода уже уходит, но на территории крестцев активно работают спасатели. Оперативная группа гарнизона вместе с администрацией района оказывает адресную помощь населению. Доставляют продукты питания, помогают с транспортировкой. Помощь оказывается круглосуточна. Из Крестецкого района Людмила Александрова, Петр Самусов. Новости Новгородское областное телевидение.